Семь человек на десяти квадратных метрах. Так сейчас живет семья Лущенко. В середине декабря их единственное жилье, частный дом в поселке Черноисточинск, сгорел дотла. В возгорании электропроводки ночью обнаружен сын Натали, шестилетний Макар. Вот этот вот ребенок у нас пошел в туалет, увидел, что загорелась проводка. Там получается, как она на крышу уходила. Муж пошел смотреть. Там как раз у нас стоял огнетушитель. Он потушил, думали, все. А там пригляделись, там уже, получается, крыша горела. В семье Натальи четверо детей. Сейчас все они, а также их бабушка, ютятся в дачном домике в поселке Елизаветинское. Из удобств тут только электричество. Есть скважина, но зимой она перемерзает. Как говорят, удобство на улице. В дачном домике небольшая печка, но она не может полноценно обогреть неутепленное строение. В огне у семьи Лущенко сгорели все вещи и документы. Первую помощь оказали волонтеры из городского союза женщин. Они привезли необходимую одежду и игрушки. Мои девочки – это Наталья Козырь, Людмила Горбунова. Они первые поехали тоже туда, отвезли три мешка уже чистых вещей. И зашел этот разговор, и все, я предложила тоже помощь. Говорю, давайте я тоже кликну клич, что поможем, чем можем. Перевели немножко денежек, сколько могли, сколько собрали. 12 тысяч. И теплая одежда там была, кофточки, шапочки, шарфики. Откликнулись очень много людей. Решать проблему строительства нового дома вместо сгоревшего семья Лущенко будет летом. Сейчас ей необходим холодильник. Если у вас есть возможность оказать помощь, номер телефона и банковские реквизиты вы видите на экране.